о что тут у нас новый сериал про супергероев надеюсь я не опоздал начинаем всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал коротко а не коротком с вами кин и звезда нового шоу а звезда star girl ладно давайте заставку star girl как и любая хорошая история это начинается со смерти в данном случае со смерти членов оса кстати да возможно вы еще не знакомы общество справедливости америки первая команда супергероев комиксов dc которая действует до сих пор но на другой земле хотя в принципе какая разница они все равно все пересекаются конце видео я расскажу кто входит ну или уже входил в оса по версии сериала но сейчас продолжим оса пала от рук общества несправедливости америки общество несправедливости америки у вас у всех проблемы с названиями кстати одна из как таковых претензий на которые натыкался в том что какие-то там чмошники одолели таких героев как фэйт фонарь и гарик но заметьте фэйта и фонаря нам в битве не показали а что насчет гарика ну то что нам показали шлем еще не значит что он умер как будто он без шлема бегать не умеет насчет других не буду спойлерить в живых остался сайт кик стармана который после печальных событий нашел девушку дочка которой в подвале их дома нашла посох стармана и обнаружила что она как-то с ним связано так и началась хоть и типичная но все же довольно интересная история становления новой супергероини старгер именно такого сериала одессе я и ждал и объясню почему как по мне в отличие от других сериалов по большей части он хорошо сбалансирован в плане драмы юмора и супергеройки ну и как пример могу привести тех же флэша стрелу и титанов и сразу говорю следующие придирки к сериалам будут сугубо моими личными так как именно эти моменты напрягают меня в данных сериалах как я и сказал стар отлично сбалансирован в отличие от того же флэша которым создатели последние сезонов 5 какого-то хрена то и дело пытаются высокоморальную драму хотя все кто знаком с комиксами про флэша знают что там правит как драма так и веселье с юмором да конечно у флэша тоже бывают моменты когда он переживает какие-то высокоморальные проблемы но в основном это позитивный персонаж который старается поднимать настрой другим это мы можем найти в star girl которые веселье тренировки и курьезы супергерои не граничат со схватками темами семьи взрослений и прочими а поэтому и все происходящее смотрится легко и интересно в отличие от тех же последних сезонов флэша где все только ходят волнуются переживают болтают и изливают друг другу чувства хотя по большей части в первых сезонах были серии отлично передававшие дух комикса и это выглядело очень круто с ума сойти централ сити сотни тысяч человек из всех кого можно ограбить ты выбрал меня ты что больной деньги гоняй ты потом себе локти кусать будешь но создатели такие у нас тут не стоит это лишнее мы будем без перестанки ныть и страдать нет в дальнейшем тоже были подобные шутки но воспринимались они уже мягко говоря не так задорно про стрелу я вообще молчу ее штормила от жанра к жанру сезон за сезоном то у нас мистика то у нас ужасы то у нас комедия то у нас романтика то у нас лирика а по итогу вышел жанровый салат у титанов другая проблема но старая тоже решила помимо проблемы с чересчурной мрачностью это водянистость я имею ввиду содержательность серии вспомните серии идут 45 55 минут из них 10-15 минут важной сюжетной фигни и экшена все остальное это болтовня и вода которую вы забудете уже через час после просмотра вот ради эксперимента если ничего не изменится попробуйте когда выйдет третий сезон или если не смотрели первый второй то на них посмотреть серию часик погулять пошататься и вспомнить что там было я конечно не утверждаю но предполагаю что вы вспомните одно два три небольших событий из всей серии старгелл насыщенно действиями где-то забавными где-то нет но действиями которые можно вспомнить и через день после просмотра да была еще болотная тварь но из-за резкого закрытия к концу там началась такая каша что и вспоминать не хочется а поэтому пока что лично для меня star выигрывает на фоне всех супер сериалов dc хотя первый сезон flash это тоже был годным а потом началось что началось буду надеяться star это не ждет сам сериал своей идеей напоминает фильм наследники то есть на место старого состава приходят сменщики только в данном случае у нас корпорация бесконечности взятая прямиком из комиксов куда входят отпрыски главных героев хотя я бы скорее хотел сериал про первый состав но это так мысли вслух звездным составом сериал особо не насыщен из наиболее популярных у нас здесь люк вилсон и эми смарт я сразу еще сериала толерастических нападков просто я читал в комментариях что люди прям очень смеются и очень недовольны тем что доктор мидной теперь афроамериканская девочка друзья спокойно все согласно канону в комиксах все так и было также отдам должное создателям за то что они смогли сохранить первоначальные образы героев с поправками но небольшими то есть я к тому что многие жалуются что в других супергеройских сериалах супер герой больше похоже на косплееров тут это тоже имеется но только потому что и в оригинале их костюмы не особо набубенины и сериал просто решил не создавать велосипед а показать их каноничный вид ну и как итог пока что этот сериал лично для меня на голову выше остальных сериалов DC отлично стартовав stargill хорошо держит уровень и буду надеяться что ее не постигнет судьба болотной твари или флэша так что может вам не понравится ну я если честно даже не знаю хорошие актеры интересная история годный визуал и музыка может если только вам не особо интересна история взросления 15-летней девочки но тогда для вас тут есть пэт и страйп и как я и сказал в начале да это типичная история становления супергероя но если так подумать типично не всегда плохо но теперь пробежимся по старому составу оса про новый состав и злодеев я рассказывать не буду так как они в сериале еще действуют и это будет спойлером сразу говорю я буду озвучивать информацию из комиксов которая сериалом может разниться и итак слева направо внизу у нас дикий кот тед грант боксер боец и на дуде игрец экстракласса как таковых мета сил не имеет кроме разве что бессмертия точнее это не сколько бессмертия сколько девять кошачьих жизней полученных в результате заклятия злодей мордору как-то сказал что у гранта всегда девять жизней и если он не израсходует их за определенный цикл то их снова будет 9 только вот одно но какой-то цикл неизвестно хотя похоже на момент сериала этот цикл подошел к концу дальше у нас джонни гром вот и вот джонни родился при довольно интересном стечении обстоятельств он является седьмым сыном седьмого сына родившись 7 утра 7 июля в седьмой день седьмого месяца в 1 1917 году из-за чего в детстве он был похищен секретной организации с целью захвата мира потому что джонни был наделен чем-то вроде электроджина по имени юз которого он мог вызывать словом сейл способности юз входили молнии электровзрывы невидимость и полеты но он был под властью джонни хотя позднее он появлялся как самостоятельный персонаж так что возможно в сериале мы его еще увидим зеленый фонарь алан скотт обладает всеми теми же способностями что и нынешние фонари а именно подзарядка от батареи долголетия полет и создание всякой круто тени при помощи кольца и едем дальше рекс тайлер часовщик бывший ученый химик создавший химикат меркало наделявший принявшего его сверх силой ловкостью и выносливостью но всего на час и у меркало было побочное действие а именно сильное привыкание и так бы и погиб часовщик если бы его не спас андроид из будущего но это уже чем дальше в комиксы крылатая парочка это человек ястреб и орлица этих ребят вы уже могли наблюдать в сериале легенды завтрашнего дня но если кто не смотрел то это картер шайера холл среди стандартного набора супер силы заживления ран обостренные чувства эта парочка владела костюмами из энного металла с родной планеты шайеры танагар основой костюмов являются крылья позволяющие летать дальше один из самых ламповых флешей человек миска на голове флеш джей гарик так же как у алана скотта тот же набор супер сил что и у современных представителей супер скорость вибрации молнии и переход между мультиверсами кстати интересный факт мультиверс dc как таковой начался именно со встречи барри аллена и джей гаррика только джей в отличие от барри не била молния а скорость он получил в результате того что надышался паров тяжелой воды звездастый мужик сильвестер пембертон и хоть в сериале все его и зовут старман но в комиксах это немного другой персонаж в комиксах его зовут усыпанный звездами парень или скайман сам сильвестер согласно комиксом охренеть через сколько поколений овладел космическим жезлом без которого силя просто акробат который в купе с жезлом владел еще и поясом конвертером космоэнергии сам же жезл изобрел в прошлом первый стармен тэд найт сила жезла заключалась в использовании света далеких звезд в качестве источника и преобразования энергии дальше доктор судьба или же доктор фейт кто именно в сериале под маской я не знаю поэтому буду брать за основу самого известного кента нельсона психиатр в обычной жизни кент также владел незначительными врожденными магическими способностями чтение мыслей защита от ран телекинез левитация сверхсила но все эти силы увеличиваются в огромное количество раз как только он надевает шлем набу древний магический артефакт вместилище духов набу ну думаю просила с использованием шлема расписывать не надо там магия ничем не уступающая другим колдунам дисси карантиновый мужик в шляпе у нас песочный человек уэсли дотс супер шпион сыщик и телепорт способный перемещаться куда угодно качестве оружия использовал пистолет насильника а если быть точнее усыпляющий пистолет да и вообще был мастером газового оружия ну и напоследок еще один доктор midnight чарльз маккиндер бывший хирург которого ослепила гранатой получил в качестве супер силы способность видеть в темноте и как бэтмен взял своим тотемным животным а если быть точнее птицей сову влетевшие к нему в окно при свете дня он может видеть при помощи спец линз а как оружие используют блэкаут бомбы выпускающие черный дым ну и пожалуй это вся основная информация которую вам надо знать про первый состав про всех остальных вы узнаете в сериале star girl ну а на этом у нас все и всем большущие спасибо за просмотр но если вам понравилось данное видео то не поскупитесь на супергеройские лайк и подписку но в описании вас будет ждать ссылка на просмотр сериала а также ссылка для вашей поддержки канала и ссылки на мою группу вк инстаграм буду благодарен если подпишетесь но я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии пока тот у кого хватит достоинства и силы должен взять факел я попытаюсь на не ты